МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами на телеканале Евразия. У нашего уютного камина, куда приходят люди, которые каким-то образом, да даже не каким-то, а самым настоящим прославляют наш город, наш край, наш Южный Урал. Потому что свою жизнь посвятили не только работе, но и творчеству. И вот таким человеком является у нас Каханова Тамара Федоровна. Здравствуйте, Тамара Федоровна. Здравствуйте. Тамара Федоровна, вы давно уже живете в нашем городе. И в вашем теперь, конечно. Я выросла в этом городе. Выросла. Выросла. И вернулась в этот город через 32 года. Да вы что! И вы знаете, через всю жизнь прошло много снов у меня об Орске. Когда нас вывезли отсюда, папу повысили в должности, в Красноярск отправили работать главным инженером завода. Потом папу там мы потеряли, он умер у нас. И я через 30... в Кубани, на Кубани я еще жила. Потом сюда вернулась. Я все время видела во сне Орск. Я искала свой дом во сне. Я подходила к квартире, просила открыть, чтобы я посмотрела, где я жила. Вот самое счастливое время у меня, это когда папа был жив. И вот это детство мое в Орске. Вы знаете, самое удивительное, что и мы уехали из Орска на 25 лет в Челябинск. Да. Но Тамара Федоровна еще и художник-керамист. И художник. Ну, начнем с того, что сегодня вы к нам пришли как керамист. Ваши творческие работы находятся на выставке, нам о них скажем. А сегодня мы показываем вашу необыкновенную керамику. Скажите, как вы ей увлеклись? Кто вас приохотит? Как-то это очень большая жизнь в Орске, где росла, куда мы приехали. Была под ногами, как говорится, белая глина. Строился город. И почему-то эту глину привозили на стройки кучами. Вываливала эта машина, вываливала. И дети бегали вокруг, брали кусочки, лепили и ели ее. Мы ели эту белую глину Орскую. Я лепила, лепила зверушек. Когда первый раз я кошечку слепила, маме показала, мама не обратила внимания. А девчонки за мной стали бегать. То собачку слепи, то кошку слепи, то куклу слепи. Я вот лепила с шести лет, шесть лет мне было. Мы жили на улице Станиславского тогда. Вот, а когда я вернулась сюда и пошла работать, ребенка некуда было девать, дочь. Я пошла работать с ней в детский сад, чтобы она была при мне, и я при ней. И там я увидела эту глину в тазике для труда, для лепки детей. Я взяла, так ее помяла, понюхала, все. Это моя Орская глина, которую мы в детстве все дети почему-то называли морской глиной. Морской называли? Морской глиной называли, да. И вкус, и запах, я все знала про эту глину. Вот, я начала лепить в детском саду для того, чтобы проводить с детками занятия. Понятно. Как образцы. И начала с дымковской игрушки. По программе было знакомство детей с дымковской игрушкой. А образцов-то нет, только картиночки какие-то маленькие где-то в журналах. Я начала лепить. Ну вот приблизительно, приблизительно, вот эта игрушка беленая. И расписана в стиле дымки. Немножко золота, вон то на ушках золото, то на рожках золото. Эта работа давно исполнена или вот свежие ваши такие новенькие работы? Я не знаю, уже лет 10, может 15 прошло, да. А потому что как новенькая? Моя коллекция дома, она у меня стоит на салфеточке. Ага, это ваша коллекция. Коллекция домашняя, да, моя собственность. Вы лепите куколку? Что-то перед вами, какой-то макет или какой-то образец? Ничего. Абсолютно. Вот, например, вот тут слоник. Ничего стяжей, ничего. Вот такой слоник. Слоник возник как? Сначала я начала делать вот таких круглых хрюшек из шарика. Так. Это я еще с детками работала. Мы сначала лепили дымковскую такую овальную хрюшу с поросяточками. А я как-то в голову у меня стукнула, думаю. А если круглую? Просто шарик и ножки из него выходят. И два уха, и все. Попробовала. Получился вот такой образ у меня хрюшки смешной, который всем теперь нравится. Вот когда я бываю на выставках, около этих хрюшек почему-то люди всегда останавливаются и начинают смеяться. Она даже улыбается. Вы видите, как она улыбается? Да. А слоника я позже придумала. Ну вот, может быть, лет уже пять прошло. На этой же основе шарик. Только чем отличается? Хобот. Хобот, ушки в другую сторону. Ушки в другую сторону. Вы педагог дополнительного образования, да, получаетесь? Дворец пионеров. И дворец пионеров. Это ваше место работы было, есть или? 15 лет. 15 лет, да, вы посвятили. То есть у вас есть и ученики, наверное, и последователи. Ой, это да. И фанаты вашего твоего необыкновенного творчества, да? Есть такие в городе? Есть. Ну, тут я кого знаю. Дочь работает, этим же занимается. Женя Дубовой этим же занимается. Где-то он, Женя Дубовой, дизайном занимается. Потом любимый ученик у меня, Денис Араев, уехал в Ленинград, которого я за ручку отвела в художественную школу. Он не хотел у меня уходить из кружка. Я говорю, ты должен поступить в художественную школу. Я вижу, мальчик талантливый. Вызвала маму, взяла их за руки и просто отвела. И он теперь в Ленинграде, художник у меня. Мы недавно перезванивались в Новый год. Он меня поздравлял и говорит, вы открыли дорогу в жизнь мне, Тамара Федоровна. Вообще дети меня очень любили. Как вот я их любила. И ответная любовь всегда у меня была. Всегда дети любили. Свой стиль, правда, я выработала уже в конце работы, когда из Дворца пионеров я уже подумывала. Возраст, уже я на пенсии давно, надо бы уходить. И вот этот стиль стал возникать у меня. Вот штамп. Инструментами мелкими, трубочками, палочки сама вытачиваю какие-то. Потом вот эти маленькие кружочки, это стержень от авторучки. Как бы бисер, видите, как будто бисер, да, украшение такое. Да, да, да. И получается очень оригинально, очень красиво. И немножечко потом я краской прохожусь. Чуть-чуть. Говорят, что игрушки Тамара Федоровна называют Орская игрушка или Кахановская игрушка. Да, Кахановская игрушка. Представляете, люди слышали что-то о Дымковской игрушке. А здесь в окружении такого количества глины, я знаю, у меня дача на берегу реки Орь. И я купаюсь в этой глине каждый раз, моржую. И когда наступаю на берег реки, белая глина. Белая глина, вы знаете, вот просто необыкновенно. Дети даже в снежки в речке. Играют этой белой глиной. А ведь действительно к белой глине можно столько ребятишек приохотить. Дорогие родители, дедушки и бабушки. Через меня много детей прошло, много родителей. Пример Тамара Федоровна, Тамара Федоровна. И до сих пор, наверное, даете вы мастер-классы и проходят где-то выставки. Даю, люди еще пока нуждаются. Нуждаются, да. И выставочные залы давала, и здесь Троицк сейчас просит. Библиотеки особенно, уже несколько раз, каждый год. В музеи были ваши выставки или? Да, там мои игрушки, я им в дар отдавала целые коллекции. Да, коллекции. Целые коллекции игрушек ваших в дар, есть в музеях. У них же изба. Да, изба. А вот как ходишь, изба, вот для избы. Они экскурсии проводят на мои игрушки. Дорогие телезрители, я думаю, что мы сегодня познакомили вас с удивительным человеком, с которым не будем прощаться. Поскольку Тамара Федоровна еще и замечательный художник, мы уже приготовим следующую передачу, ее картин. Я очень важную мысль не сказала. Скажите. Дело в том, что когда я работала во дворце пионеров, мы же изучали народные промыслы. Так. По стране. Дымковская, Филимоновская, Каргопольская, Торжок, там чего только нет. Украинские игрушки, керамика. И думаю, ну, Орск, прекрасная глина под ногами. При обжиге звенит. Вы посмотрите, как она звенит. Без металла звенит. А почему бы не организовать нам Орскую игрушку? Так. Почему мы должны изучать чужую, когда мы можем организовать из своей глины свою игрушку? Собственную игрушку. И этим я целенаправленно стала заниматься. И большое вам за это спасибо. Вот так. И, наверное, низкий поклон от многих мам, пап, дедушек и бабушек. Да, родители тоже. За то, что родители тоже. Вот на этой такой ноте светлой мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Ваши пожелания телезрителям? Пожелание, конечно, у меня такое, чтобы кто-то взялся за мое дело. Замечательное пожелание. Кто-то бы взялся за мое дело. Вот о чем я страдаю. Лет мне уже немало. Сколько я еще этим буду заниматься, я не знаю. Очень хочется, чтобы кто-то взял на вооружение и поднял бы вот это. Да. Такую творческую мастерскую создал тоже. Да. На вашем опыте, примере, с вашей помощью. Пробовали, извините, пробовали. Пробовали вот руководители кружков глиняной игрушки в разных школах, там вот в художественной школе еще. Ну, мне говорят обычно, у вас стиль очень трудный. Это вот я такая кропотливая. Понятно. Я вот буду сидеть и тыкать, тыкать это все. Может быть, кропотливая и поищите такого человека, который, услышав нас и увидев, заинтересуется, обратиться на телеканал Евразию. Мы обязательно вас познакомим с Тамарой Федоровной, если у вас появился интерес к такой орской или кахановской игрушке из горской глины. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok